Несмотря на то, что на улице пасмурная погода и зима не за горами, в центре Махачкалы появились тропики. В одном из центральных торговых центров функционирует зоопарк-галерея. Посмотреть на рыб, которые притворяются мертвыми, погладить настоящего варана и узнать, чем питаются бабочки, отправилась наш корреспондент Лариана Шамхалаева. Апельсины, яблоки, бананы, желательно слегка подгнившие. Свежие фрукты этим прекрасным насекомым не интересны. 75 редчайших видов бабочек порхают в непосредственной близости и готовы сесть к вам на руки, если вы слегка сбрызнете фруктовым соком пальцы. Сильвия тигровая, рисовая бумага, павлиний глаз. Экзотические красотки редко живут более 10 дней. Поэтому в тропическом саду есть специальный инсектарий, или, как его называют дети, бабочки на колыбель. Больше всего мне понравилось это инсектариум, потому что это прикольно наблюдать за рождением бабочек, как они здесь висят. В общем, у них разная окраска и вид. Знать, что это были бусеницы, которые превратились в такие красивые коконы, из них выставят такие красивые бабочки. Флора и фауна тропических лесов довольно богатые. Сотрудники зоогалереи постарались воссоздать ее во всей многогранности. Посчитав взмахи крыльев огневок и хохлаток, мы принимаем приглашение заглянуть в подводный мир. Здесь 37 морских экспонатов, среди которых рыбоспинорог, который просто обожает спать на боку, притворяясь мертвой. Зоологи шутят, что это тотемное животное людей, которые не любят осень. Представлены здесь два вида акул, мурены. Можно также увидеть команду из мультфильма «Любимого детям и взрослым» в поисках Немо. Увидеть стайку пираний. Ну и, в общем, отдохнуть, получить полный релакс. Акула белоперая, рифовая и кошачья. Сегодня сытые и спокойные. Сделав круг почета в своем аквариуме, плавно опускаются на дно и отказываются долго позировать. Зато карпы и хищные черепахи с удовольствием принимают знаки внимания от посетителей. Гостям морской галереи даже предлагается покормить существ в открытом аквариуме. А между прочим, в Японии ранее существовало поверье, что если выбрать самого яркого карпа кои и почесать его за спинку, то желание, загаданное вами, обязательно исполнится. Многие с опаской относятся к рептилиям. Некоторые испытывают панический страх перед змеями. Эта боязнь называется афидиофобией. По словам Татьяны Хребковой, сенолойскую королевскую змею многие путают со змеей семейства аспидов из-за ее яркой чешуи. Как отличить ядовитую змею от неядовитой? Это форма головы. Она овальная у неядовитых и плавно переходящая в тело у ядовитых змей. Она форма головы треугольная, так как в углах с обеих сторон находятся железы, вырабатывающие яд. А полосатый варан, который обычно обитает в Индии и Пакистане, сегодня прямо перед вами в Махачкале. И его можно погладить. А зовут его Гоша. Контактный зоопарк действительно полюбился юным махачкалинцам. Еноты, макаки, жабы, ящерицы. Всех можно потрогать и даже сфотографироваться рядом. Этот зоопарк не просто необычный. Здесь есть возможность потрогать животных, даже покормить. Большое разнообразие животных. Много змей. Я здесь впервые попробую змею. Покормить не хотела. Такие были большие возможности. А вот этот прекрасный бурый капуцин именуется Лола. Она очень дружелюбная, пахнет шампунем и любит микрофон ННТ. Посетить морскую галерею со отлетающих бабочек и контактный зоопарк можно ежедневно с 11 утра до 8 вечера. По адресу Расула Гамзатова, 93, торговый центр «Детский мир», 3 этаж. Лария Нашимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова